Продолжение следует... Клиент начинает смеяться, и то, что вы пребываете в хорошем настроении, говорит о том, что ваше бессознательное готово погрузиться в транс быстрее, глубже, ну и так далее. Кто-нибудь зашел, дверь открыл, а вы говорите клиенту, что и в определенный момент может открыться дверь к новым ресурсам. Да, когда мы понимаем, что... Ну, то есть, если бы наблюдатель был какой-то, который смотрит за этим со стороны, он бы сказал, блин, если бы всей этой фигни не происходило, вообще непонятно, что человек делал бы. Ведь надо было, чтобы заплакал, засмеялся, дверь... Выглядит это примерно так. Типа мы этого только и ждали. То есть, это постоянная готовность к тому... То, что вы утверждаете, что вам неинтересно, как раз и заставляет меня рассказать об этих вещах более подробно. Да. То, что вы не хотите у нас покупать, как раз и говорит о том, что я должен вам презентовать наш товар щительней. Да, вот это очень интересный, хороший навык, когда все, что происходит, мы воспринимаем не как возражение, а как ресурс, к которому добавляем то, что нам нужно. Ну, здесь пример у нас в картах, да, когда там замечание сделали по поводу опоздания. Да, ну, то есть, человек сам выдал некую информацию, да, он сам задал некую рамку. Мы на это сразу обращаем внимание. Мы говорим, ага, понятно, то есть, на сегодняшних переговорах мы будем друг другу делать замечания личного характера, так? И ему уже надо как-то выходить из этой ситуации. Ну, то есть, допустил ошибку. Может, упражнение им прямо на эту стратагему? Какое-нибудь такое, когда... Что бы ни происходило в переговорах, надо, например, интерпретировать как-то в свою пользу. Ну, что-то может получаться хорошо, что-то может не очень. Я даже готов показать. Кто-нибудь выйдет, может, на демонстрацию? Нет? Ну, чтобы понятно было, чего делать. Стульчик возьми. Да, я ли, постоишь. А, ну, давай, давай. Давай контекст набросаем какой-нибудь. Про что? Да не знаю, какой, ну, надо же о чем-то переговоры вести. Да вот по этой же. А, про это. Договариваться. Объединяться. Хорошо. Вы же без нас не можете дальше существовать. Почему вы решили? Но, смотрите, если вы задаете вопрос, это уже говорит о том, что вы на самом деле не знаете, какое положение дело. Иначе бы вы вели себя по-другому. Почему вы решили, что я не знаю положение? Нет, вы второй раз задаете один и тот же вопрос. Похоже, вы вести диалог не собираетесь, а только спрашивать. Я так понимаю? Совсем нет. Я хотел бы сказать, если вы так осведомлены, вы, наверное, должны знать, что наша компания, во-первых, вторая по инвестициям. Вот. И у нас есть конкретное предложение для вас. И мы об этом вчера разговаривали. Вы разве забыли? Я правильно понимаю, что вы сейчас предлагаете какие-то определенные критерии, через которые мы будем измерять ценность каждого из ресурсов. Так? Возможно. Вы чего хотите? Цель у вас какая? Мы хотим забрать. Мне нравится это слово, забрать. Мне тоже оно нравится. То есть у нас не деловые переговоры, а отжим. То есть хотите сказать, что я допустил? Я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что глубинная структура, она с поверхностной связана. То, что вы думаете, то и говорите. Понятно. По-моему, вы сейчас сцепляетесь за малейшую мелочь, чтобы не продолжать эти переговоры. Вам так не кажется? То есть мы будем заниматься чтением мысли. Вы спросите у меня, зачем я это делаю? Что спросил? Ну, непонятно ваша цель. Я спросил, вы говорите, забрать. Так вы, я говорю, выцепляйтесь за эти слова, вместо того, чтобы обсуждать дальше наш диалог. Ну, нет диалога, пока только вопросы какие-то от вас. Так вы не отвечаете. Задайте правильный. Правильно? То есть вы считаете, что я неправильно задаю вопросы? Вы меня оцениваете? Я правильно понимаю, что мы сейчас перешли к обвинениям, так? По-моему, вы мне задаете вопросы, на которые сами не знаете ответа. Конечно. Если бы я знал, я бы не спрашивал. Все вы хотите. Понятно, что делать, да? Хорошо, спасибо.